Если мы рассматриваем различные богоцентрические системы или системы, которые допускают существование Бога, то мы оцениваем их положение как более высокое или низкое в соответствии с тем, насколько близкие отношения с Богом они допускают. Так же, как в финансовом мире, где существует множество разных валют, все они обладают своей сравнительной ценностью. Но, тем не менее, если мы выйдем на улицу и пройдем отсюда всего лишь квартал, мы увидим пункты обмена валют, где написаны конкретные курсы соотношения ценностей разных валют. И мы увидим, что хотя существуют и доллары, и евро, и рубли, и иены, и рупии, но все они обладают разной ценностью. Что мы имеем в виду в данном случае? Что существует некий абсолютный стандарт, абсолютный эталон, с которым сравнивается ценность всех остальных явлений. Подобная же картина предстает нашим голосам, когда мы рассматриваем различные богоцентрические системы, различные системы верований. Все они обладают ценностью. Подобно ситуации в мире денег, какие-то виды этих валют более популярны в одной стране, какие-то из них главным образом присутствуют в других странах. Однако, тем не менее, может существовать способ, каким можно сравнить ценность различных систем между собой. Как мы слышали от нашего гуру-варга, это будет раса. И от нашей гуру-варги мы слышали, что этот эталон, или этот стандарт, которым мы можем пользоваться для сравнения, обозначается санскритским термином раса. В данном контексте это значит «любовная близость». Итак, до той степени, до какой теистическая система допускает близость любовных отношений и утверждает главенство близких отношений, до той степени мы признаем более низкое или высокое положение этой системы. Как пример, в каждом стране кто-то оккупирует, мы можем сказать, для защиты, например, в качестве примера, в каждой стране существует личность, которая занимает, образно говоря, просто в порядке примера, высшее положение. Кем бы этот человек ни назывался в какой-то конкретной стране, будь это президент, премьер-министр или король. И когда мы смотрим на этого человека, занимающего высшее положение в стране, средний, обычный гражданин страны никак не связан с ним лично. Есть отдаление, нет близости. И те чувства, которые эти обычные граждане какой-то страны выражают по отношению к этому главному человеку, в основном базируются на уровне благоговения, почтения в этом роде. Что вполне уместно, учитывая большую дистанцию между этими людьми, в смысле того, что нет близких личных отношений между ними. Но мы также знаем, что эта высшая личность, да, допустим, президент, у него есть свое окружение. И, разумеется, в этом окружении его связывают более тесные отношения. А это его окружение, оно обладает возможностью видеть, что у него есть близкие друзья. Возможно, друзья, с которыми он дружит с самого детства. И они знают его в ином положении, с другой точки зрения, нежели президента. И тот тип поведения, который может быть неприемлем для обычного человека, такой, как шутки или легкие формы оскорбления, могут быть, напротив, вполне приемлемы и даже привлекательны для него в отношениях с близкими друзьями. Почему? Почему? Потому что существует близость отношений, особая нежность. И эти близкие друзья знают, что у него есть жена, мама, дети и так далее. Еще более близкие отношения. И мы видим в этой градации, что по мере того, как мы рассматриваем все более и более близкие отношения, тот факт, что эта личность является президентом, становится все менее и менее значимым, вплоть до того, что это не играет никакой роли. Это не играет никакой важности. И есть просто полный, неодолтерированный процесс любви из сердца. Между ними, между им и самыми близкими людьми, существует просто ничем не окрашенный, ничем не омраченный поток сердечных чувств. И это в большей степени пленяет его, нежели вся та роскошь и помпа внешних обстоятельств его положения. Итак, мы это приводим в порядка параллели с Кришной концепцией. Там вы обнаружите такую степень близости отношений, что аспект божественности, его божественности совершенно подавляется. До той степени, что преданные могут думать, что Господь зависит от них. И, может быть, подытоживая эту тему, высший тип веры называется гьяна-шуния-бхакти. Что значит преданность, не оскверненная знанием. Нет нужды в знании. Это мир, который целиком за пределами любых сомнений и подозрений. Иными словами, в том мире сердце важнее разума. Красота выше силы. Милость выше справедливости. И мы стремимся в тот мир. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok